Всем привет из околомосковья! Опять сегодня у меня масса дел, и сейчас мы поедем их делать. В первую очередь у нас в Броннице, потом из Бронниц поедем в Жуковский. В общем, такой сегодня разъездной влог. Влог в разъездах. Ну, не каждый же день снимать, как ты дома ремонт делаешь, правильно? А снимать-то что-то надо. Так, смотрите, что у нас за бортом. Ну, сегодня шел дождь, сильный дождь, ночью тоже был дождь, солнышка нету, тучи, 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 тучи. Такое хреновое лето. Ой, не падайте. Причем прогнозы говорят, что лето нормального не будет в России. То есть максимум 23-25 градусов. Ну, не знаю, будем надеяться, что все-таки мне удастся хотя бы по одному разу одеть все платья летние, которые у меня есть. Но что-то я сомневаюсь, учитывая, что сегодня уже 3-е, по-моему. Да. 3-е июля. 4-е июля. Черт возьми. Я то вперед бегу по датам, то назад. 4-е сегодня июля, да. Сегодня день рождения у моей подружки, у моей коллеги. Вот я ее уже поздравила. Так, ладно. Все, хватит болтать. Давайте-ка поедем. Давайте-ка уже поедем. Время сейчас уже 2 часа. Да, там как раз... Все, включаю. У меня, наконец, работают габаритки. Блокируемся. Все. И едем. Кстати, смотрите уже, что на этих клумбах. Видите, тут уже красота. Там, вон, тетенька рассадила все. В общем, кругом красота. Вот молодец женщина. Просто молодец. Я в бронете. Сейчас здесь такой перекресток очень тяжелый. Он нерегулируемый без светофора. Ну, в общем, здесь... Поэтому здесь все стоят, кто кого пропускает. Кто должен ехать, кто не должен ехать. Вот мне нужно налево. Я должна пропустить вот этого чувака. Собственно, и вот этого чувака. Эти мчатся. Меня никто не пропускает. Ну, в общем, стою на перекрестке. Сейчас буду ждать удобного момента, чтобы не проехать. Вот такая вот хренатень у нас ездит, чистит дороги. Чистодор называется. Едет медленно. Объехать. Да, вот здесь можно сейчас ебать. Вот такие вот штучки ездят, чистят. Это я в Броннице, да, напомню. И вообще, Броннице хороший городок. Мне очень нравится. Такой миленький, маленький, компактненький. В то же время в нем все есть. Ну, и, конечно, этот храмовый комплекс. Красивый. В общем-то, на него едут смотреть туристы. Так, сейчас вот здесь-то мне нужно тоже где-то повернуть. Видите, здесь торговый центр будут строить. Все для дома. Торговый центр новый. Я не поняла, будут строить или он построен уже. Непонятно. Все, сейчас стою здесь, чтобы повернуть. Ну, конечно, разметка на дорогах так себе. Уже подстерлась. Но ее, я не знаю, в этом году обновляли, не обновляли. Непонятно. Вообще, в этом году все не так. Пионы цветут в конце июня. Вишни еще не созрели. В общем, как-то так. Урожай никакой. Капуста дрожает. Жизнь боль. Ладно, сейчас мы поедем. Боже мой, собачки переходят. Мальчик пропускает собачек. Ну, что пи. Уже как-то надо так повернуть, чтобы, не дай бог, их нет и не задеть. Сейчас мы поедем, заедем в карусель. В принципе, в Бронницах я все свои дела доделала на сегодня. Поэтому мы заедем сейчас в карусель. Кое-что купим. И потом поеду я в Жуковский. В Жуковский мне надо деньги отвезти за полюс. Мальчик ездил, когда я купила полюс, ОСАГО продлила. А ОСАГО подорожала. Базовая стоимость подорожала. У меня особо не было наличных. Он говорит, ну хорошо, вы тогда на неделю завезете. Ну, он меня просто знает. Я всегда у них покупаю. Поэтому надо сейчас съездить туда завести. И купить, наверное, семя льна. Наконец-то. Я так хочу докупить семя льна. А ближайшее место, где я могу его купить, это Жуковский. Ну, может быть, конечно, где-то в Бронницах он и продается. Но мне не попадалось. Ой. Ну, в общем, сейчас едем в карусель. Если будет что интересное, я включу. Я вышла из карусели. Вышло солнце. Такая парилка. Это жуткая. Сейчас немножко сделаю потише. Кучу всего накупила. На 800 рублей. Не буду показывать. Ну, или, может быть, дома покажу, что купила. Все, сейчас быстренько поеду в Жуковский. Потому что время 3 часа. Мне надо до 4 часов успеть к ребяткам. Заехать, денежку им отдать. Все, поехали в Жуковский. Тучи, конечно. Тучи, тучи. Вы могучи. Еду в Жуковский. 15-17 уже. Ну, я надеюсь, что я успею. Кстати, в этом году будет... Вот же, как он называется-то. Авиасалон. Макс. По-моему, с 16 по 23 июля. Не знаю, сейчас, если будем проезжать где-то, если увижу, покажу вам явление. Видите, вышло солнышко. Не пойми, что. То дождь, то снег, то солнце. Как я в Жуковском? Время 15.35. То есть мне тут осталось немножечко чуть-чуть дотянуться до ребят. И я надеюсь, что я успею. Кстати, не видела нигде что-то я... Никаких объявлений на дороге, когда будет Макс работать в этом году. Почему у меня отложились эти даты? Где я видела это объявление? Не знаю. Ничего не могу сказать вам. О, травушку косят. Такой запах травы скошенной. Вот такой вот Жуковский. Кстати, дорожки немножко привели в порядок. Ну, как привели в порядок. Золотали дыры. Не знаю, кто смотрит мои видео давно. Те, наверное, видели, как летом, какая была разруха на дороге, когда сюда ездила. Кладоебинки, кладоебинки. Кстати, тучи тоже здесь, скажу я вам, такие же, как и у нас. Ну, все, вот сейчас я уже поворачиваю, я уже к ребяткам доехала. Да, да, здесь у меня поворот. Такой город. Вот здесь многоэтажки строятся. Много раз показывала. Квас продают. Вот, да, квас-лимонад. Все, я поворачиваю к ребятам. Потом включусь. Все, я все успела. Сейчас я еще куплю семя льна. И поедем уже в сторону дома. Ура, мы все успели. Из того, что сегодня было намечено, едем домой. Там у меня сейчас кошачья революция. Потому что закончилась еда, они охраняют пустые миски. В общем, коты сильно недовольны, что их не покормили. Ну, как их покормили, просто им не хватило. Они съели все, и ничего не оставалось. Поэтому там сейчас кошачья революция. Ладно, все. Выдвигаемся. Едем. Все, солнышко ушло. Тучки наступили. Я развернулась и с другой стороны еду. Ну, то есть в обратную сторону. Все, наверное, дома уже покажу, что я купила. Я тут, правда, немножко уже покушала. Покажу дома, что купила. Все. Едем. Едем аккуратно. Время 4 часа. Я просто... Мне кажется, я где-то здесь это объявление видела. Поэтому я так это туплю немножко. Но хочется же все-таки показать и узнать, когда же наконец будет Макс. Можно, конечно, в интернете посмотреть. Видимо, я, судя по всему, так и сделаю. Вот и дворики эти какие. Дворики. А он мужчина ходит, как он называет, бутерброды. Которые вот с таким вот... Видите, у него на спине надписи. Что-то там они продают. Покупают. Квас тоже. Что-то здесь этих квасов много стало. На каждом шагу. Не, не знаю, в общем, где это объявление я видела. Если вдруг увижу, постараюсь успеть включить камеру. Ну, или хотя бы точно знать. Кинотеатр вот тут, взлет. Но я с него никогда не ходила. Мне кажется, он не работает. Это вот суши такие колоритные. Магазинчик такой. Клуб путешествия, туристическое агентство. Ну, в общем, тоже городок такой интересный, маленький. Довольно-таки чистенький. Есть, конечно, отдельные районы такие. Совсем советские-советские. Но наукоградом я бы это не стала называть. Хотя какая наука такой град? Не знаю. Для меня наукоград, город Наукоград, это, не знаю, город Google, Microsoft Office. Вот это, да, действительно, где видно, насколько далеко ушла наука. А это, так, остатки былой роскоши. Ладно, все, не трендю. Еду в сторону дома. Только что проехала плакат про Макс с 18 по 23 июля. Не знаю, почему у меня отложилось 16. Когда 16, это, по-моему, воскресенье. Ну, в общем, где-то, да. А если 18 по 23, наверняка 23, 22, это суббота, воскресенье. А первые два дня, наверное, пятница, ну, пятница, четверг. Ну, что сказать. В это время лучше не выезжать, потому что будет очень тяжело. Будут пробки на дорогах, а в выходные дни так вообще. Но есть секретное место, которое, в принципе, для многих уже не секретное, где можно наблюдать за полетами. В принципе, так в позапрошлом году и было. Это в полях кукурузы. Только тогда уже и поля были, и кукуруза была, хоть и не сильно спелая. А сейчас, если посмотреть, там она еле-еле взошла. Ну, конечно, самое интересное, ну, как я заметила, происходит, и посмотреть можно в более спокойной обстановке, когда никого нету, это когда идет у них репетиция. То есть, если у них 18-23-го будет, будут сами, сам этот Макс проходить, то репетиция к нему, значит, будет, скорее всего, за неделю до. Но у нас будет очень сильно слышно, потому что самолеты будут летать. Я надеюсь, что у меня будет возможность, съездим с вами в кукурузное поле, посмотрим репетицию Макса. Все, я уже почти дома, здесь опять тучи, тучи, тучи. Все, что все, все, включимся, включусь уже дома. Сейчас кошачья революция. Привет. Меня тут уже свергли с правления в этом доме. Один, два, три, все трое. Алиса, не бей его, сейчас я всем вам дам, я купила. Сейчас будем кормиться. Вот. Сейчас, сейчас, все, все, выключаю, иду кормить. Так, покажу сейчас быстренько, что купила. Вот такой корм кошкам купила, пересыпала уже в емкость. Здесь 650 или 750? 650 грамм, 194 рубля. Бывает скидка, можно купить за 154. Нам, в принципе, с тремя живностями такого пакета хватает на дня три максимум. Так, дальше, купила геркулес, 12 рублей, помидорки, помидорки, сколько они, 37,76. Туалетная бумажка, капуста, килограмм стоит 64,95. Вот это у меня на полкилограмма 36,98. Огурчики 25,49, две штучки. Прокладки не показываю, но они есть. За 34 рубля. Дальше, мед, 129,130. Вот так вот. Пучок зеленого лука, 24 рубля. Творог со скидкой за 26. Я его сегодня скушаю, поэтому мне не принципиально. Сколько же, вот он чек на память о нашей встрече. Мед. Мед, мед, мед. Сколько же мед-то стоило? Капуста, смесь, тра-та-та, тра-та-та. Мед лета на пасеке 120 рублей стоил. Так, вот такой вот набор. 109 рублей, если я не ошибаюсь. 109 или 112. Смесь Мир Макс, 93,58. Ну и две вот такие вот кошачьи радости. Одно уже едят. Процесс идет. Все едят. Единственное, малое. Ну, он малая ешка. В принципе, конечно, если бы он сильно хотел есть, он бы быстренько обширончик оттолкнул. Коричневый малыш ждал бы его. Ну, Алиса, хрен оттолкнешь. Вот такое трио-экспрессия. Все, на этом сегодня попрощаюсь. Хорошего вечера. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok